Всем огромный привет! Добро пожаловать на новый влог! И сегодня ко мне приехала моя подруга Рита, и мы будем с ней гулять. Надеюсь, она как-то не готова. Посмотрите, здесь такие печеньки для собак. Значит, я покажу свой влог тоже. Ты будешь в моем влоге! Такая честь. Когда я прославлюсь, я должна смотреть свой влог и помню, с чего я начинала. А что будет? Вот эти все нонбери. Я думаю, какой-нибудь просто асай смузи взять, потому что асай – это суперполезная тема. Кушать подано. Мы сейчас будем кушать асайбол. Удобно, да? Очень удобно. Та-дам! Продолжение следует... Здравствуйте! Будем swabим! Рита, расскажи, пожалуйста, как ты очутилась в Америке. В Америке я очутилась 4 года назад. Я приехала сюда работать на гонках в Гамбо Урале. Мало кто про них знает, но это гонки со спортивной машиной. Я еще одной девушкой, которая будет в бизнесе. Девушки, которые ездят за рулем, мы водили в Ламборджини. И вообще было очень круто. Мы за 7 дней приехали из Майами в Ильицу. Каждый день новый город, новая страна, куда мы в Гробово приехали. И после этого трипа я вернулась домой и подумала, что нет, я хочу обратно. И я собрала вещи буквально за 2 недели, когда я приехала в Нью-Йорк. Я ни о чем не думаю, просто скинул свои вещи на балкон, в квартире, где жила, собрала один чемодан и приехала. Я жила в Нью-Йорке 2 года. Я работала там моделью, реал-эстейт-прокером. Потом я приехала в Денбер. Жила в Денбере 2 года. А в Денбере что делал? В Денбере нет ни модельной толком работы. И реал-эстейт там немножко другое, чем в Нью-Йорке. Я пошла в школу, закончилась школа по UX-дизайну, это User Experience Design, и нашла офисную работу. И вообще мне очень повезло. Я закончила школу, я училась в Байсе, ну, со всеми, все были американцы. У нас было 15 человек, и я была второй по счету, кто нашла работу после начала школы. У меня был такой жуткий комплекс, я никогда в офисе не работала в России. И сейчас я думала, что у остальных у тебя преимущества, потому что они тайные американцы, я не отмемный комплекс с полом до языка, что вдруг я скажу, что ты с ошибкой, и это все ужасно. Ну вот я очень быстро нашла работу, потому что начальник компании сам мне написал, спросил у меня работу, и так все у нас там не получилось. Работал там, и вот месяц назад приехал сюда, в Лос-Анджелес. Ты месяц, да? Ровно месяц? Ну, чуть-чуть раньше месяца еще. Просто у тебя уже такая насыщенная жизнь за этот месяц. Мне даже не верится, что ты здесь всего лишь месяц. Забыл сказать, когда я была в Денвере, я ходила в офис, и я просто ненавидела этот офис. Не то, что я ненавидел свою компанию, компания мне очень нравилась. Ну, просто сама идея ходить в офис пять дней в неделю для меня ужасна. Я, ну, думала, чем бы я хотела бы заниматься, что мне действительно нравится. Я стала ходить в актерскую школу в Денвере театральную, и очень было круто, очень классные были программы, курсы, которые я закончила. И я приехала сюда, и я подумала, так, ну я теперь в городе, в котором я вообще-то хочу находиться, потому что Денвер мне не очень нравился. И надо делать что-то то, что я хочу тоже. Хватит тратить жизнь на вещи, которые мне нравятся. И я решила здесь тоже заниматься моделингом и пробовать себя в актерской стезе, так сказать. Хоть для многих это, когда я это говорю, многие заказывают глаза, там, ухмеляются, усмыхаются, что это все несерьезно, и надо деньги зарабатывать, а это так себе. Но, мне кажется, где как-нибудь в Голливуде вообще этим заниматься, и это все удача, везение, и сколько людей, которые на телевидении, им же повезло когда-то. И я не знаю, зачем ограничивать себя вообще в целях. И я решила вот продолжить этим заниматься, то, что мне это действительно нравится. И я хожу сейчас в другую актерскую школу здесь, которая обучает, как проходить аудишнс на рекламу, типа, коммершиал за всякие, как вести себя на кастингах, как общаться с кастинг-директорами, потому что это очень важно. Также работаю моделью, у меня уже была съемка в рекламе здесь, прям буквально на первой моей неделе. Когда ты выложила, что вот я уже съелась в рекламе, я просто такая, вау, здесь неделю, и ты уже в рекламе. Это просто, знаешь, нереально. Мне кажется, люди за год некоторые так не успевают столько. Ну да, я не знаю, как мне так повезло. Ну, потому что реклама была для спортивного питания, и в моей фоточке с моего соревнования с прошлого года делают свое дело, когда я соревновалась. А что за ресурс? Что это? По фитнес-бикини. Я соревновалась в прошлом году. Я выиграла, давайте, со соревнования, и, ну, вообще, хожу в зал, постараюсь, типа, правильное питание, спортивное в жизни, более-менее. Хотя, сейчас сложно, потому что я только что-то себе переехала, хочется ходить везде, все пробовать. Когда я приехала в Лос-Анджелес, мы с Лорен заходили очень много по ресторанам, и я прибавила несколько КГ. Ну да, я поэтому кардио делаю каждое утро, потом хожу и ем. Когда Элэй не рассматривала, как я стою, потому что я боюсь природных архотоклизмов, у меня такой есть физик, я боюсь вытрясений. Когда я приехала сюда жить, мне стало настолько вообще все равно, я настолько себя здесь чувствую как в доме, я вообще про это, извините, я особо как-то не думаю часто. Ну да, иногда такой план разрабатываю, эвакуация. А есть приложение, где тебя говорят? Я его встречу. А, ну да. За два с половиной года жизни в Лос-Анджелесе я пережила где-то уже три землетрясения. Но маленькие, да? Ну, такие, вроде как, три-пять баллов, и я чувствовала. Ну, я вот хочу испытать землетрясение, но так, чтобы я находилась где-то в сейфе, да, чтобы точно знаю, что у меня ничего не произойдет. Точно, чтобы так не ночью, что я в кровати, не знаю, куда деться, а так, что я, наверное, на улице. Но началось, я посмотрю, что это такое, и... А ты ни разу не чувствовала? Ни разу в жизни? Нет. Нет, я еще в Красноярске жила, там тоже постоянно были землетрясения. И я помню все землетрясения. Это очень странные чувства. Это быстро, но очень странно. Да. У тебя как будто бы твой баланс как будто бы выключен. То есть у тебя как будто голова кружится, ты не понимаешь, что происходит. Это очень резко, очень быстро и очень непонятно. Потому что я не раз, когда, я помню, лежу на кровати, и мне кажется, что как будто... Я просто лежала, уже засыпала, и мне казалось, что Лоренза качает кровать. Хотя кровать, как бы, ну, она не на колесиках, она стоит плотно в пол. Я такая еще хотела сказать, типа, что ты делаешь, что ты с кровати делаешь? Я потом оборачивалась, понимала, что он вообще там где-то в ванной. И я поняла, это было землетрясение. Ну, и что говорят, цунами. Странно, вот я когда гуляла на Эботкини в Венесе, там прям знаки стоят, типа, цунами, план эвакуации. А, да? А, ты уже все протекала. Я просто даже не видел. Я шла, я увидела этот знак, улица, просто уличный знак, написано цунами. И показывает, в какой улице бежать, если цунами вообще странно и достаточно. Ну, да, ты когда будешь цунами бежать, ты будешь знаки смотреть, куда бежать. Я такой человек, я вообще про это не думаю. Я знаю, что все хорошо. Ну, тебе нравится LA, да? Очень. Очень? Больше, чем в Нью-Йорке. Мне нравится здесь погода. Я ненавижу общественный транспорт. Здесь нет общественного транспорта, здесь на машине, то есть, как бы, это. И вообще здесь все такое, это достаточно более как-то chill, наверное. Я пошла за кофе, время было 11.30 утра, ну, уже обед, да? И при этом стоял мужчина, купил кофе и подтащился ему. Говорит, о, типа, вы начинаете свой день? Он такой, да, только начинаю. Я подумала, ничего себе, 12 часов, а они только начинают. У нас есть соседка, я помню, мы уходили из дома где-то, было час 30. И она еще такая в халатике собачку шла выгуливать, и по ней было видно, что она только-только встала. Так что люди начинают день и в час. Здесь еще и заметила, что время очень быстро бежит. Я даже специально стараюсь вставать, как будто бы не надо в офис на работу рано, чтобы успеть. Но я вообще ничего не успеваю. То есть бывает, я пока там с ножевым утром сделаю кардио, пока поем, выгублю собак. И уже время бывает, когда час дня. Я даже не знаю, что я делала все это время. И пока я делала какие-то дела днем, день просто вот так полетает и еще быстро ваше время куда-то утекает. Да. Я не понимаю, почему. Есть такое. Все так говорят. С возрастом. Ну, да. Раньше казалось, что у тебя так много времени, так много всего, да? Ну да, думаю, что там это, я еще успею, это успею. А сейчас уже думаешь, нет. Это надо делать здесь и сейчас. Да. Поэтому я хожу в боксерскую школу, потому что даже наш учитель сказал, что полезно ходить в дом престарелых и спрашивать у людей, о чем они жалеют. Я сказала, если вы будете их спрашивать, о чем они жалеют, то увидите себя. Пока у вас есть возможность, сделайте сейчас, вместо того, чтобы потом жалеть или там типа у вас жалеешь, что он сделал. Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, что он не сделал. Мудрая Маргарита. Да, я мудрая. Маргарита премудрая. Прекрасная. Прекрасная, да. Скромная. Кстати, недавно произошел забавный случай. Я пошла в супермаркет, сделала какие-то покупки и уже возвращаюсь обратно, чтобы сесть в машину. А Лорензе ждал меня в машине вместе с Кендал. И у них были опущены окна, потому что было очень жарко. И плюс Кендал начала возмущаться, и чтобы ей какой-то свежий воздух в лицо дул, поэтому окна были открыты. Я уже с пакетом подходила к машине и только-только хотела повернуться к нашей машине, чтобы сесть. Ко мне подходит парень и говорит, девушка, вы такая красивая, мне так понравились. И я ему говорю, окей, this is my family, это моя семья. И показываю ему на Лорензе и на Кендал, потому что окна были опущены, поэтому их было видно. Он такой на меня посмотрел, такой, а что? Ладно, я пошел. Ну, естественно, Лорензе все это видел и слышал. Я открываю дверь, мы, конечно, начинаем ржать. И потом мы выезжаем с нашего места, где машина стояла, и проезжаем мимо этого парня. И Лорензе ему кричит, эй, парень, ты можешь забрать и машину, и семью. Все твое, забирай. Я ему говорю, эй, ты что, офигел? Семейной жизни. Если без шуток, то ко мне очень часто подходит знакомиться, особенно если я без ребенка. Но, как бы, когда ко мне подходит знакомиться, я всегда говорю, извините, я мама, я замужем. Вы упустили свой шанс, извините. И я не знаю, с чем это связано. Возможно, это с тем, что вот у меня есть какая-то, знаете, внутреннее ощущение красоты. То есть я смотрю в себя в зеркало, и я вижу, что я красивая, я это чувствую. И вот на вот это чувство того, что ты излучаешь, излучаешь красоту, люди притягиваются. И в том числе, особенно мужчины, потому что... Почему мужчины привлекаются на красивых женщин? Почему мужчинам нравятся красивые женщины? Потому что красота — это равно здоровье. Подсознательно, почему нравятся мужчинам красивые женщины? Потому что они понимают, что от этой женщины теоретически возможно здоровое потомство. Вот поэтому мужчинам и нравятся красивые женщины. И если кто не знал, то я вам открыла тайну вселенной. Очень важно чувствовать в себе эту красоту. То есть ты видишься, ты понимаешь, я красива, и все. И, конечно, со мной знакомятся, но я всех отправляю. Говорю, извини. Часто, кстати, спрашивают, у тебя есть подруга, у тебя есть подруга. Но я тоже как бы всех отправляю, потому что я не хочу там этих, знаете, свахи. Это не моя тема точно. Не знаю, к чему я вам сейчас все это рассказывала, но я думаю, нам пора заканчивать. Большое вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и интересные вопросы внизу. А также подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И мы увидимся с вами в четверг. Пока-пока! И выгадайте, к нам вернулась наша машина. Все, ауди мы сдали, теперь мы ездим на Лексус. У нас здесь нет мусора, бомжей. И просто как будто бы ты в раю. У нас здесь нет мусора, бомжей, бомжей. Бомжей, 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 бомжей.